Тайна уничтоженного Сармата и ядерное недержание России. Чего ждать миру от обновленной доктрины Кремля? Берем США на прицел! Вылетели ли зубы у триады Путина? Я не думаю. Но я не думаю, что кто-то точно знает, кроме сотрудников морга. И чем может закончиться московский шантаж оружием массового уничтожения? Непубличный запуск потенциальной ядерной ракеты. И первое публичное заседание Совбеза России по ядерному сдерживанию. Плановые мероприятия. Приглашенные на заметной дистанции от диктатора. На заседании весило лишь министру обороны Белоусову. Видимо, потому что его посадили рядом с Медведевым. С первых слов Путина совбез по ядерному сдерживанию становится совбезом по ядерному недержанию. Дополнен перечень военных угроз. Кроме обычных пугалок, две угрозы, касающиеся Украины и наших партнеров прямо сейчас. При получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения. Можем применить ядерное оружие, если границу России пересекут чьи-либо самолеты, крылатые ракеты или даже беспилотники, говорит Путин. Правда, красную линию снова незаметно за размытыми формулировками. Первый вопрос. Сколько дронов надо считать массированным использованием? 10, 15, 20, 50, 100, 200. От какого, скажем так, количества следует считать массированное использование? Второй пункт. Прямая угроза ядерным государствам Запада, поддерживающим Украину. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Теперь, по логике Путина, он будет иметь право стереть в радиоактивный пепел и Лондон, и Париж, и Вашингтон, которые нас снабжают вооружением, помогают Украине неядерному государству. И означает ли это, что уже можно давать ядерный ответ? Такой вопрос. Чего добивается Путин своими ядерными пугалками, и что получит, вы узнаете чуть позже. А пока о событии, которое громко предшествовало этому заседанию Совбеза. Космодром Плесецк в Архангельской области России. Я внимательно изучаю фотографии пусковой установки межконтинентальных баллистических ракет. Вот крышка пусковой до, а вот кратер после. Что же произошло? Это первый пуск баллистической ракеты «Сармат» в апреле 22-го. Ее называли уникальным оружием. Это инженерное чудо. Аналогов ему в мире нет, и еще долго не будет. Дешевый мультфильм о ракете «Сармат» представляет лично Путин, а федеральные каналы захлебываются в патриотической истерике. Может долететь до любой точки мира. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. От Франции ничего не останется. Берем США на прицел! На российских улицах появляются «Сармат» «Газели», «Сармат» «Девятки» и другие не менее уродливые автомобили. Машина в дребезге «Сармат». Ему посвящают песни. Эх, Россия, матушка, стой готов, «Сарматушка». Один «Сармат» летит на землю, другой исчезает под землей. А синтразведчики уверены, кратер под космодромом Плесецк – это все, что осталось от гордости Путина. Но как это произошло? Мы изучаем документы, составленные по заказу Минобороны Эрефии. В них анализ рисков при взрыве баллистической ракеты «Сармат» в пусковой шахте или в воздухе над ней. Сравним российские данные с тем, что обнаружили асинтразведчики на спутниковых фото. Там очень серьезные разрушения, там кратер, который более 67 метров. Это огромная воронка. По данным российского документа, если бы «Сармат» разорвало на вылете из шахты, образовался бы огненный шар радиусом 70 метров. Это почти полтора миллиона кубов. Для сравнения, чаша стадиона «Олимпийский» в Киеве чуть больше миллиона кубометров. В тротиловом эквиваленте это составило бы 21 тонну, говорится в документе. Чтобы представить мощность, посмотрите это видео. Таковы последствия взрыва примерно такой же мощности в китайском городе Тяньцзинь. Так что россиянам повезло, что «Сармат» взорвался под землей. А теперь давайте выясним, что же случилось. Как аналоговнетное оружие, которое должно было ударить по США, не смогло даже вылететь из шахты. Вероятнее всего, произошла утечка топлива. Для ракет-шахтного базирования нужны пары топлива. Для использования ракет-шахтного базирования нужны пары топлива, то есть непосредственный окислитель и само топливо. Такие, чтобы они могли долго храниться. Крайне взрывоопасная смесь этих пар и является топливом для «Сармата». Основная версия — нарушение при заполнении баков ракеты. Ее привезли на испытание. Она не находилась на боевом дежурстве, потому что, несмотря на заявление о том, что она на вооружении, был всего один успешный, по заявлениям Кремля, запуск. Привезли и начали заправлять. А это значит, что в пусковой был персонал, который должен был непосредственно подготовить «Сармат» к старту. Сколько там могло быть, но я не думаю, что кто-то точно знает, кроме сотрудников морга. Некомпетентность, спешка и технические недостатки, скорее всего, стали причиной аварии. Прокладка любая могла не выдержать. Где-то оно дало течь, и они смешались. Неуправляемое возгорание и моментально взрыв. Но куда же девались высокие российские технологии, которыми так долго хвастался Путин? Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. Именно отечественное российское производство и стало убийственным для «Сармата». Ведь все лучшие ракеты в Советском Союзе производились в Украине. Очевидно, если бы Украина участвовала в разработке «Сармата», я думаю, он бы летал. А поскольку Украина не участвует, то и «Сармат» не летает. Именно наши специалисты создали и проводили техническое обслуживание стратегического ракетного комплекса Р-36 «Воевода». До дня, когда Путин развязал войну против Украины. КБ «Южная» и «Южмаш» проводили регулярное сервисное обслуживание, скажем так, гарантийные всевозможные манипуляции и процедуры с этими ракетами. А в 2014 году этот процесс завершился. Без украинских специалистов продлевать жизнь воеводы россияне не смогли. Так что взялись за разработку собственной ракеты «Сармата». Российская Федерация, очевидно, будучи знакома с этими чертежами, решила воссоздать систему «Сармат». Эти все вещи очень хорошо были отработаны именно на украинских предприятиях. У россиян такого не было. Технологии российские кулибины украли, а вот украинские чертежи разобрать толком не смогли. Весь научно-технический потенциал Российской Федерации, он брался в том числе с нашей территории. 20 апреля 2022 года. На России пафосно показывают первый испытательный пуск «Сармата». Первый и последний. Почти сразу его ставят в серийное производство. Пиар и шантаж и попытки продемонстрировать, что они впереди планеты всей, скажем так, мотивировали Путина. Поэтому комплекс «Сармат» сразу был поставлен на боевое дежурство. Поставлен на дежурство, несмотря на неудачные запуски. Сейчас таких эпик фейлов насчитывают четыре. Кстати, последний взрыв уничтожил единственный в России полигон для испытания «Сармата». Чтобы отстроить эту инфраструктуру, у россиян уйдет много месяцев, может даже полгода. Но почему Кремль, несмотря на кучу неудач, так навязчиво делает ставку на недоделанный «Сармат»? И как это связано с изменениями в ядерной доктрине России? Смотрите. Три неудачных старта подряд. Российские пропагандисты, славившие «Сармат», приуныли. Начали мечтать об уничтожении бомбой хотя бы макетов Лондона и Вашингтона. А давайте построим на Новоземельском полигоне ядерном копию Лондона, ну хотя бы центра «Сити», пусть будет просто «Сити». И еще Вашингтон, вот этот центр, где стоит колонна, Белый дом, вот эта центральная часть. И проведем учение. До учений дело не дошло. Взорвался четвертый «Сармат». Но почему ядерное недержание Путина началось именно сейчас? Возможно, был пуск назначен на какую-то красную дату для РФ. Есть три версии, почему Москва срочно изменила свою ядерную концепцию. И все они связаны. Первое. После очередного провала «Сармата» надо было миру хоть что-то продемонстрировать. Подрыв имиджа России как государства, способного производить подобного рода системы. Ну и, соответственно, единственное, что оставалось сделать Путину, это вывалить эту ядерную доктрину. Версия вторая. Через пять дней после взрыва «Сармата» в России свои испытания межконтинентальной ракеты провел Китай. Возможно, Москва и Пекин хотели показать Кузькину мать Вашингтону в унисон. Только китайская ракета поразила цель, а российская разбила собственный космодром. Здесь, к счастью, их судьбы не сошлись, поэтому Китай выполняет свою программу, а Российской Федерации, собственно, нужно как-то реагировать на все эти неудачные попытки. Версия третья. Испытание «Сармата» проводилось наспех, чтобы повлиять на собравшихся в Нью-Йорке и Вашингтоне мировых лидеров. Ведь угроза бить западной дальнобойкой по России изрядно пугает Путина. «Сармат» взорвался, пришлось переписывать доктрину. «Именно это испытание, которое было неудачным, россияне проводили именно из-за того, что президент Зеленский ехал в Соединенные Штаты выступать на Генеральной Ассамблее Совете Безопасности». Но пугают ли мир ядерные угрозы Путина? Скорее всего, нет. Очередной «Сармат» самоуничтожился, украинские войска контролируют часть России, западные ракеты разносят объекты в Крыму, а наши дроны всего за год ударили по двум сотням целей в глубоком тылу РФ. А красные линии Путина стремительно сокращаются от границ России до Кремлевской стены. А там и до стен Мавзолея недалеко. Константин Павлов специально для телеканала Freedom.